Задача сегодняшнего дня я вижу именно формирование единого понимания текущей и целевой ситуации. После того, как мы это все положим на бумагу, мы уже будем обрабатывать это для отчетов, у нас на проекте документов. Но еще раз подчеркну, что сегодня хотелось бы именно договориться внутри нашей рабочей группы. Сначала мы нарисуем нынешнее состояние, компания в господинном форме, и вы можете видеть с основными клиентами, с садом, и сделаем модель, которая должна существовать потом по вашему мнению. У нас есть один процесс или какая-то глобальная бизнес-функция поддержки и сопровождение сад решений. Для того, чтобы поддерживать его, создается обструктура. Она вот здесь была расписана. Собственно говоря, четыре управления. Базиса, поддержка игроков, поддержка шаблонов и проектного управления. В рамках инфраструктуры исполняют, собственно говоря, функции, не процессы. Основные функции – это поддержка пользователей, поддержка и развитие ИУСов, управление проектами, у нас есть практически один в один. Соответственно, как бы сейчас пробуются выводить, начинают внедряться процессы для реализации функций. Сделали два процесса. Замодействие с пользователем от высокого грехового центра, ну, по большому счету. И управлять запросами на обслуживание, которые потом будут фрагментироваться на инциденты, запросы на обслуживание, на запросы информации. Вот. Ну, и все остальное обеспечивающее нас. То есть, автоп, бухгалтерия, релизка, логистика, которые будут также обеспечивать вот эти встречи. Таким образом, сейчас есть инвестиционный блок, который, собственно, создает на инвестиционной стадии проекта. Есть функциональное сопровождение сад. А вот здесь вот точечка разрыва говорит о том, что задачи, которые ставятся перед инвестиционным блоком, они нацелены на сдачу системы, да? Современно, с соблюдением планов, да? А вот здесь, на этапе сопровождения, есть другая, несколько иная задача. Принять систему корректно, разработанную, корректно внедренную и так далее, да? Две противоположные цели по задаче, да? Они объедены в одном блоке. Это противоречит. Вот, на мой взгляд, вот инвестиционная стадия, по крайней мере, должна заканчиваться здесь, но сотрудники должны иметь мотивацию на вот этой стадии, на стадии сопровождения, из блока внедрения, это первая, да? Дальше я начал с того, что есть владельцы бизнес-процесса, которые ставят нам задачи уже на вот этой стадии, и эти задачи, исходя из специфики Газпрома, они упираются в дефицит ресурсов, потому что в Газпроме одно подразделение согласует численность, нашу численность, а совсем другое подразделение не обращает внимания на согласованную численность и ставит задачи, несоизмеримые с текущей численностью. Поэтому у нас всегда есть потребность в подрядчике, которую мы постоянно заявляем, а исходя из того, что у нас должно быть выполнено все вчера к пяти вечера, мы имеем несогласованность по бизнес-процессам привлечения подрядчиков, и мы всегда разрываемся между собственным ресурсом, так скажем, в кавычках, телефонными переговорами с подрядчиком, для того, чтобы они уже приступили к выполнению этих задач, и согласованием трудозатрат к привлечению, ну, к привлечению трудозатрат к внешнему. Таким образом, у нас дефицит ресурсов у нас выходит на первое место. То есть сейчас нынешняя структура, она не соответствует по численности нашему видению, то есть структуру, которую мы, собственно, предлагаем, и численность, которую мы предлагаем. Вот я отметил, что теперь планируем, да, все и сейчас. Так, дальше у нас отсутствует слабая связь с, мы говорим сейчас, центр компетенции клиента, сам, все отлично, но там нет СТИ. Там нет СТИ, вот, то, о чем говорил Николай Денич, инфраструктура, да, вот здесь минус, связь с СТИ, слабая, очень слабая. Центр тестирования как таковой отсутствует. Фактически у нас лучшие практики на уровне Газпрома и Форума, они распространяются в лучшем случае между отделами на уровне, ну, понимания, на уровне разговора, да. То есть как таковой структуры, которая внедряет практики лучшие по тестированию, ее нет. Для того, чтобы действительно отстроить правильное понимание и правление процессами в области САП-системы и понимать вообще нашу стратегию Газпрома, да, как такового в области информационной технологии, говорить дальше о том, какие же процессы у нас должны быть, не понимая стратегической цели, ну, это значит просто взять и придумать эти процессы и начать ими заниматься. Когда мы не понимаем доказа стратегии, мы в то же время формируем некие политики, правила, структуру, которые сегодня у нас есть, она формировалась именно от какого-то частного взгляда, который возникал у технических специалистов по опыту их прошлой работы. То есть не от бизнес-целей, а от целей, там, какого-то Газпрома, который должен достичь через автоматизацию. И наша шок-структура, она, в принципе, такая. То есть вот она такова, что просто есть некие вот мнения специалистов, руководителей, которые говорят, ну, наверное, должно быть вот так. Вот мы с ней в ней живем. Плюсы есть в ней, минусы есть в ней, но мы в ней живем, работаем, добиваемся, добиваемся успеха. Поэтому процессы, которые у нас здесь сложились сейчас в образе сопровождения систем, они именно сложились из-за того, что есть определенная практика. Слава Богу, что все-таки документы по внедрению системы нам были спущены, определенные технологии работ были отработаны в свое время. Мы проекты внедрением, более-менее, как-то понимаем, как происходит, они идут, и есть определенный фаз проекта, то есть структура. Здесь более-менее. Но в части сопровождения, пока мы у нас встречаем, действительно, по блокам свой собственной. В части вот моего направления по развитию Мудрецы, там мы процессы встраиваем, как нам в проекте в свое время разработали, и они не похожи на процессы, которые идут от Михаила Владимировича, сопровождение его системы. Да, какие-то есть общие моменты, но в целом мы там устраиваем такую изолированную практику в зависимости от системы. Ну, а общая структура компании, это в области инфраструктуры, да, ну, эту часть, мы, как раз, мы сейчас не рассматриваем. Понятно, что процессы должны быть поддерживать соответствующие вещами, да, в том числе и областям. Чего у нас не хватает, почему, может быть, есть лишние, в том, как они были сформированы не системно сверху вниз, а вот так вот. Исторически сложилось по практике просто воевым решениям Мудрецы. Мы пишем какие-то мероприятия по тому, что внедряем институты ключевых пользователей, соответственно, мы должны дать рекомендации, что это увеличит численность или увеличатся какие-то ЭПЗ. То есть вот тогда это может быть заработать, потому что они такие же, что они умеют. Давайте на этом завершим и сделаем такт рефлексии, то есть подведем итоги сегодняшнего дня, какого результата мы добились для продвижения к этому результату и, в общем, ну, что лично для меня изменилось в видении этого процесса. Для меня вот такой понятный план с понятными результатами – это понятно. То есть здесь нет воздушного дела, и не надо понятно, что делать. Если оно таким останется, для меня это выгодно. То есть, собственно говоря, это понятный шаг, понятный направление с понятными результатами. И нет воздушного дела, больше ничего не надо. Для меня стало понятно, что нужно, наверное, привлечение на такие мероприятия, если мы даже хотим ставить трансформацию, привлекать наши обеспечивающие, обслуживающие, полученные, то есть тендерные, ПЭО и всех остальных, чтобы разобраться с деньгами, чтобы было более понятно. Ну и, конечно, привлекаться руководителей получше, то есть как бы изначально правил. Появились направления. То есть у меня был полезен вот только сайт, что бюджет на моем помощи не хочет. Еще я считаю, что это очень хорошая информационная сессия для коллег. Ну да, коллег скажет, что он немного узнавляет, как она. То есть, если мы не запускаем какую-то информационную программу, то у меня один вариант включения большого количества людей в подобные рабочие сессии, чтобы они узнавали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!